Новая стратегия Пентагона по внедрению искусственного интеллекта и запуск в Китай промышленного производства и повсеместного внедрения гуманоидных роботов. Создание OpenAI отдельного подразделения для защиты от искусственного интеллекта и шутки Альтмана над GPT Илона Маска. Грок. Утёкший в сеть реальный план по освоению Луны Китаем и другие новости высоких технологий в одном видео. Также в этом выпуске вас ждёт розыгрыш домашнего робота. Не пропустите! В OpenAI открыли подразделения для исследования форм защиты от катастрофических рисков, создаваемых генеративным искусственным интеллектом. Среди целей проекта Preparedness, который возглавит директор Центра развертываемого машинного обучения MIT Александр Мадри, отслеживание прогнозирования защиты от опасностей, которые несут современные системы ИИ. Если говорить конкретно, инженеры OpenAI опасаются удивительного дара убеждения ИИ, сгенерированного вредоносного кода, а также стандартных угроз человечеству — химических, биологических и ядерных. Интересно, что компания Сама Альтмана также учредила конкурс сцена, так сказать, лучшую угрозу, призом в котором могут стать 25 тысяч долларов или работа в OpenAI. Цель — понять, что самое страшное можно сотворить с использованием передовых систем генеративного искусственного интеллекта. Также компания Сама Альтмана представила обновления для GPT-4, в том числе кастомизацию чат-бота ChatGPT. При этом GPT-4 Turbo, которую обучали на информации по апрель 2023 года, существует в двух версиях. Одна предназначена исключительно для анализа текста, а вторая понимает контекст как текста, так и изображений. По словам Альтмана, обе модели станут общедоступными в ближайшие недели. Модель GPT-4 Turbo обладает большим контекстным окном на 128К входных токенов, что, по словам компании, равняется 300 с лишним страницам текста в одном промпте. Кроме того, благодаря снижению стоимости ввода и вывода одного токена, модель стала в три раза дешевле для разработчиков. Одновременно Илон Маск запустил собственную языковую модель GROC, которую он намерен интегрировать в Tesla. Так, XAI запустил раннюю бета-версию большой языковой модели GROC. В качестве одного из источников данных, чат-бот использует сообщения из соцсети X, также принадлежащие Маску. GROC, образцом для которого послужил автостопом по галактике Дугласа Адамса, обещает отвечать пользователям с юмором. Пока её открыли для избранных пользователей X, и одним из них, видимо, стал Сэм Альтман. Протестировав нейросеть, Альтман запостил в X скриншот с её ответами, назвав юмор GROC дедовским и намекнув, что обучить её было бы проще с помощью GPT. При этом, XAI заявляет, что их чат-бот прошёл испытания на определении уровня математических и логических способностей по сравнению с современными моделями Lama 2, 70b, Inflection 1, GPT-3-5, GPT-4, Palm 2 и Cloud 2. Сообщается, цитируем, что GROC превзошёл все модели за исключением GPT-4. Правда это или нет, узнаем позже. Думаем, что тут можно сделать скидку на привычку Маска считать будущее наступившим, например, он и FSD называет автопилотом. Тем не менее, среди особенностей дизайна модели GROC выделяет то, что она получает информацию в реальном времени и не боится говорить на табуированные для других чат-ботов темы. Так что ждём цунами из примеров общения с нейросетью после её открытия. Как Илон Маск пришёл от страха перед ИИ к созданию собственных нейросетей? Всё просто, не можешь победить, возглавь. Уже сегодня искусственный интеллект принимает решения о выдаче кредитов, улучшает качество фото в смартфоне и создаёт ленты новостей, отталкиваясь от ваших интересов. Только представьте, сколько ресурсов экономит бизнес. Вы тоже можете задействовать нейросети, начать экономить от 4 часов рабочего времени и обеспечить себя инструментом дополнительного заработка. Это несложно. Чат GPT заберёт на себя всю рутину – подготовку инструкций, опросников, ответы для деловой переписки и другие текстовые задачи. А вам останется лишь проверить результат. Освободившееся время можете потратить на удалённую подработку, в которой вам поможет тот же чат GPT. С чего начать освоение нейросетей? Приглашаем вас на бесплатный вебинар от InvestFuture. В прямом эфире специалист по нейросетям Сергей Эль расскажет и покажет, как всего за час заработать 5000 рублей с помощью искусственного интеллекта. Поделиться не только нейросетями для работы с текстом, но ещё и с изображениями, аудио и видео. В ходе вебинара узнаете, какие нейросетки подходят именно вам и как извлекать из них максимальную пользу на своей текущей работе. По нашей ссылке вы получите дополнительный бонус – список из 2000 нейросетей для работы бизнеса и вдохновения. Искусственный интеллект – это путь к экономии времени и способ обеспечить себе простую удалённую подработку. Ссылка на бесплатный вебинар в описании к ролику, записывайтесь. Продолжение новостей об искусственном интеллекте. Компания Del Complex решила создать отдельное государство с искусственным интеллектом на корабле. Суть задумки в том, чтобы направить в океан корабль с 10 тысячами видеокарт NVIDIA на борту и развернуть там свои ИИ-мощности. Так как судно будет находиться исключительно в нейтральных водах, его никак не получится ограничить государственными договорами. Для автономного функционирования на корабле предусмотрены автономные источники энергии, в том числе солнечные батареи для питания ИИ и вооружённая охрана. Компания заявляет, что проект обойдётся в 600 миллионов долларов и что в рамках него она будет сотрудничать с разными странами. Что именно подразумевается под сотрудничеством и для чего вообще это понадобилось, не уточняется. Ждём варианты в комментариях. Китай намерен стать мировым лидером по производству и применению человекоподобных роботов, причём уже в 2025 году. Об этом сообщило Министерство промышленности и информационных технологий. Уже в ближайшее время в Китае планируется создать 2-3 крупных производства по выпуску гуманоидных роботов, а также сеть специализированных малых и средних предприятий. Также будут сформированы 2-3 агломерационные зоны промышленного развития, которые будут глубоко интегрированы в реальную экономику, став новым важным двигателем экономического роста. Говоря простым языком, предприятия станут градообразующими. Всё дело в том, что, по мнению китайского правительства, гуманоиды, вероятно, станут ещё одной прорывной технологией, подобной компьютером или смартфоном, который изменит нашу жизнь и работу. Поэтому к 27-му году гуманоиды должны стать важным двигателем экономического роста Китая. В частности, роботы будут задействованы в таких отраслях, как здравоохранение, бытовые услуги, сельское хозяйство, логистика и тяжёлое производство. Китай ежегодно наращивает роботизацию производств и других сфер, стремясь к 25-му году достичь показателя не менее 500 роботов на 10 тысяч работников. Насколько много роботов создаётся в Китае для самых разных нужд, смотрите в видео по ссылке в подсказке. В сеть попало видео с планами Китая по строительству лунной базы. Видеопрезентацию под названием «Китайская лунная космическая станция и план развития лунной базы в лавовой пещере» выложил на YouTube пользователь Чен Юлонг. До этого подробности программы Китайского национального Космического управления держались в тайне. На видео можно заметить модульную космическую станцию на орбите и роботизированную миссию по изучению поверхности с целью поиска места для базы разведки ресурсов. Также там есть спускаемые модули и теплицы для выращивания пищи и электростанций, конечно, пилотируемые миссии по изучению Луны. Надо отметить, что китайская платформа будет размещена на экваториальной орбите, а не на галоорбите как гейтвей от НАСА. Также платформа будет использоваться, судя по видео, как отправная точка для строительства подземной базы в лавовых пещерах нашего спутника. В ролике показывают, как в одну из таких пещеров с орбитальной платформы опускается главный модуль базы, включающий надувные жилища, теплицы и исследовательские лаборатории. На поверхности, вокруг выхода из лавовой трубки, роботы печатают защитный купол с шлюзом. Затем возводится солнечная электростанция и прочие постройки, радиоантенны, гараж для луноходов, посадочная площадка для спускаемого модуля. В конце зрителям показывают, как будут жить и работать тайканавты на такой базе. Подлинность видео не подтверждена, но очень похожа на правду. Кстати, недавно завершились успешные испытания многоразовой ракеты от частной китайской компании iSpace, базирующейся в Пекине. Так, первая ступень ракеты Гипербалла-2 достигла высоты 178 метров, а затем продемонстрировала контролируемый спуск и приземление с точностью в 1,7 метра. Гипербалла-2 представляет собой двухступенчатую ракету, работающую на метане и жидком кислороде. Её общая длина 28 метров, грузоподъемность 1,9 тонны. Теперь компания приступит к созданию более крупной многоразовой ракеты Гипербалла-3 высотой 69 метров, которая, по сути, станет китайским аналогом Falcon 9 от SpaceX. Кстати, ещё про Илона Маска. Видимо, он применил свою звёздную силу к FDA и умудрился получить от агентства разрешение на одновременное вживление своих чипов сразу 11 пациентам. При том, что стандартная процедура испытаний подразумевает, что новый чип вживляется одному пациенту, за которым потом год идёт наблюдение. Напомним, импланты Neuralink в идеале должны позволить не только частично вернуть людям с ограниченными возможностями способность общаться с окружающими, ну и буквально поставить на ноги тех, кто был парализован. Теперь, получив разрешение на проведение испытаний на людях, компания Маска прооперирует сразу 11 пациентов в 2024 году. Себестоимость каждой операции оценивается в 10,5 тысяч долларов, но страховым компаниям придётся выложить по 40 тысяч за каждого. Стартап уже получил обращение от 1000 пациентов, но к следующему году будут отобраны 11 добровольцев для первой фазы эксперимента. Neuralink ещё не закончила работу над чипом, в будущем планируется увеличить время его работы на одном заряде. Также у компании в планах создание чипа для спинного мозга. Таким образом, имплант для головного мозга будет использоваться для восстановления возможности общаться с внешним миром и управлять бионическими протезами. А имплант для спинного мозга позволит вернуть подвижность собственным конечностям пациента. В США Пентагон представил обновлённую военную стратегию внедрения искусственного интеллекта. Она предусматривает улучшение данных, сотрудничество с внешними группами и использование ИИ для анализа сил и противодействия киберугроссам. Цель – улучшение принятия решений на поле боя, однако в ней также акцентируется внимание на потенциальной опасности ИИ в автономном оружии. В чём суть документа простыми словами? Во-первых, надо развивать и улучшать инфраструктуру, чтобы совершенствовать наборы данных. Во-вторых, военным надо больше сотрудничать с разработчиками вне ведомства. В-третьих, надо устранить бюрократию и другие препятствия, мешающие внедрению передовых технологий в армии. В итоге Пентагон хочет получать с помощью ИИ наиболее полный и подробный анализ сил на поле боя с учётом всех данных, включая секретные. Упоминается в документе и стратегическая конкуренция с Китаем, с которым у США могут потенциально возникнуть трения в таких регионах, как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море. Оморпехи США решили нагрузить робособаку гранатомётом. Видимо, им не даёт покоя хайп, который словил на Ютубе прошлый такой эксперимент, показанный, кстати, на форуме Армия-2022. Даже модель робота использовалась та же самая – Гоу от Юнитри. Капитан Очевидность из рядов морпехов сообщил СМИ, что робот не подходит для настоящего боя, поскольку он слишком лёгкий, хрупкий, а его заряда не хватит на реальную миссию. Вывод из этого можно сделать только один – военная мысль ходит кругами вокруг идеи вооружения четвероногих роботов. Осталось только найти и разработать подходящего робопса. Робот-спот от Boston Dynamics спасает жизни. В США он зашёл в автобус, где был обнаружен спящий вооружённый мужчина. Спот разбудил подозрительного гражданина и подготовил его к приходу полицейских, чем сделал их миссию более безопасной. А в Японии спот серьёзно помогает в процессе вывода из эксплуатации АЭС Фукусиме. Несмотря на то, что с момента катастрофы прошло более 10 лет, большая часть территории до сих пор остаётся неисследованной и опасной для человека. На робота же уровень радиации никак пока не повлиял, поэтому робопёс оказался бесценным приобретением для команды, которой поручена эта миссия. Он может пройти там, где не могут ни колёсные, ни гусеничные роботы, а благодаря руке может собирать образцы, брать мазки, убирать мелкий мусор и открывать двери в 10-20 раз быстрее, чем любая другая роборука. Всё это подтверждено реальной работой, которая проводится с 2022 года. Также робот смог исследовать уровень радиации и записать видео всех помещений, в том числе тех, которые были закрыты с момента катастрофы. Операторы направляли робота, но им надо было лишь задавать, в каком направлении ему двигаться. А в случае с дверями, где находится ручка, где петли. Остальной робот делал сам. Похоже, Спот отлично справляется с такой важной и опасной миссией. Марк Цукерберг и Лекс Фридман пообщались в метавселенной. Цель – показать, как продвинулись аватары от Цука за последний год. Получилось неоднозначно, и сейчас объясним, почему. С одной стороны, аватары получились невероятно реалистичными, полностью ломающими представления об удалённом присутствии. С другой – Марк и Лекс – два самых неэмоциональных человек в мире. Не зря Цукерберга часто причисляют к криптилоидам, мало кто видел на его лице эмоции. Так и в эксперименте. Несмотря на то, что оба участника провели несколько часов в студии, где пытались изображать различные эмоции на камеру, в итоге в метавселенной эффекта эмоционального участия было минимум. Фридман не упустил этот момент и подчеркнул, что проблема в них, а не в технологии. Цукерберг со своей стороны отметил, что его компания работает над тем, чтобы настолько реалистичные аватары создавались быстрее, буквально за пару взмахов камеры смартфона перед лицом пользователя. Еще новость в тему VR. Fluid Reality представила тактильные VR-перчатки с высоким разрешением, которые не нужно соединять с другими устройствами и конструкциями, они работают сами по себе. Это полностью беспроводное, лёгкое, автономное устройство. Каждая перчатка оснащена 160 динамическими актуаторами с тактильной обратной связью. Они предназначены для того, чтобы в VR вы могли точно и ярко ощущать предметы и поверхности каждым кончиком пальца. Например, при игре на виртуальной скрипке вы почувствуете каждую отдельную струну инструмента. Реализуется такая чувствительность с помощью пузырьков-пикселей, которые наполняются жидкостью с помощью электрических микронасосов. Насосы без движущихся частей и работают по принципу электроосмоса, притягивая заряд внутри жидкости, заставляя её течь. Разница в давлении пикселей на кончике пальцев и даёт ощущение предметов и даже текстур в VR. Кстати, о самых продвинутых гаджетах для метавселенной мы рассказывали в отдельном видео. Ссылку оставим в описании. Друзья, если вы хотите завести дома маленького домашнего робота, то это ваш шанс. Мы хотим разыграть среди наших зрителей робота Ready Air от компании Red. Это симпатичный и компактный робот-друг, который может присматривать и помогать вам общаться с детьми, пожилыми родственниками и домашними любимцами. С роботом можно общаться, у него есть встроенная веб-камера с системой ночного видения и системой интеллектуального отслеживания. Благодаря этому он самостоятельно фиксируется на вас или, например, котёнке и может ходить за ним или за вами по пятам. Хотите себе такого? Опишите в комментариях, каким, по вашему мнению, должен быть идеальный робот для дома в мире будущего. 25 ноября мы подведём итоги, а 30-го назовём победителя в выпуске на канале и в Телеграм. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. Субтитры создавал DimaTorzok